Проводим зиму безопасным. По таким лозунгам Люберецкие пожарные устроили спортивные состязания и показали гостям мероприятия всю силу и важность этой службы. Смотр техники, игра в хоккей, чаепитие. Это и многое другое сотрудники пожарных частей приготовили для своих гостей. Подобное спортивное событие Люберецкий пожарно-спасательный гарнизон провел впервые. В этом мероприятии приняли участие более 40 сотрудников, как, например, Дмитрий Формозов. Он работает радиотелефонистом. Пожарной службе отдал уже 16 лет. Такое проведение выходных с коллективом, по его словам, отличная возможность развеяться и поближе пообщаться с коллегами. Активное участие он принял в дружеском матче по хоккею среди сотрудников пожарно-спасательных частей. Сегодня победила дружба, все довольны, все счастливы. Получили классное настроение, заряд бодрости на всю неделю и на оставшееся время. В этот день люберецкие спасатели, помимо игры в хоккей, смотра техники, а также одевания спецодежды на скорость, угощали чаем и сладостями всех присутствующих. Участие в этом принимали не только профессиональные спасатели, но и их дети, курсанты юнормии и студенты профильного техникума. В этот день многие приходили целыми семьями, как и сам начальник люберецкого гарнизона пожарной охраны Павел Иванов. Жене и дочке он решил показать другую сторону своей работы. Дочка первый раз встала на коньки, попробовала для себя. Поэтому я думаю, да, это очень нужное, хорошее мероприятие, которое сплачивает коллектив. Пожарные – это такие же обычные люди, такие же, как все остальные. И хотели все это дело, чтобы получилось как праздник. Я думаю, что оценку этому мероприятию, наверное, все присутствующие дадут. Но я доволен тем, что мы это мероприятие все-таки провели. Мероприятие прошло с целью привить гражданам культуру пожарной безопасности. Павел Иванов отметил, что по статистике с понижением температуры растет количество пожаров. Но благодаря подобным событиям и профилактическим беседам на территории округа удалось сократить гибель людей на пожарах и количество возгораний. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ.